hello everybody technical problem итак добрый день как обычно технические проблемы и всегда приятно что есть несколько возможностей скажем так есть какие-то варианты однако большое спасибо за приглашение добро пожаловать я сегодня хотел бы поговорить о некоторых не абсолютно новых но принципе достаточно новых технологиях о том касающихся того скажем так современных инструментов и подходов онкологии в онкологии в медицине с использованием новых инструментов и так и так если мы говорим о любой онкотеросепии в лор области это панэндоскопия и и особенно если вы используете лазеры то очень хорошо если вы эндоскопию делаете самостоятельно поскольку благодаря экспо скажем так экспозиции горла ткани лорингеальных тканей также размер опухоли фильтрации и так далее вы можете представить себе это естественно лучше если вы делаете опять же эндоскопию самостоятельно вы видите все ткани ткани гортани и так далее я у меня вы различаете это лучше чем читать отчеты своих коллег и иногда достаточно сложно проводить процедуру и скажем так веря тому что сделали ваши коллеги если далее следующее у нас имеется онкологический совет у нас первый сертифицированный центр обручения опухоли головы и шеи в германии и я знаю что здесь как-то же сергей вот я его не видел он вчера мне говорил вот он друг у профессора и ройна и лангина но мы были первым сертифицированным центром таки в германии и осглавляет конференцию ведут хирург толеринголог это очень важно далее у нас участвует представить онкологи лучевые онкологи специалисты радио рентгенологи хирурги и патоморфологи и так каковы и что же можем сделать используя лазерную микрохирургию это орган сохраняющие операции но очень важно здесь сохранить дыхание голоса глад функцию глотания мы с другой стороны не хотим снизить степень излечения пациентов если мы используем лазерные методики вам требуется хорошее качество итоговый результат хороший лак требуется хороший локальный контроль и в большинстве случаев не требует не требуется трахеостомия или соответственно зонды для питания иногда при затрудняем с глотанием может иногда потребуется трахеостомия но обычно мы обходимся без трахеостомии и и без скоток зондов и для энтерального питания я начинал работать еще в 80-х это было вот в нашей старой клинике ситуации с контактной операционной немножко изменилась но процедура по сути не отличается эта картинка где-то по моему было получено восемьдесят девятом году фотографии мы сделали каковы же преимущества лазерной микрохирургии вы получаете хороший уровень онкологического контроля вы используете минимально инвазивную технику с минимально инвазивным доступом получает доступ через естественное отверстие скажем так в теле это то что сейчас предлагают делать это то о чем сейчас говорят общие хирурги а лор специалисты используют подход уже 20-30 лет не требуется внешний скром доступ мы можем использовать микроскоп в лор для лора достаточно а превыше использовать микроскоп мы используем лазер соответственно более точная процедура с меньшим уровнем чистого кровотечения и можем использовать технику методику частичного и удаления опухоли они удалению n-блок если необходимо мы можем приблизиться на скажем так открытый доступ мы есть концепция интеграции концепция диванной терапии нет трехиостомии или экспертивных операций меньше уровень сложения короче пребывание короче срок госпитализации экономические конечно финансовые плюсы и также имеется некие психоциальные привычки какие же минусы меньше уровень экспозиции скажем так терапевтического воздействия некоторых пациентов иногда опухоль отличается от данных по эндоскопии или отличается от находок полученных при радиологических методах в организации мы должны использовать другой доступ что может быть достаточно сложно в процессе процедуры это сделано уже требуется вторая процедура и требуется соответствующее обучение хирурга и требуется соответствующее хирургическое оборудование вы должны уметь с ним работать и в германии требуется лицензирование для работы с лазером не знаю как в россии и очень важно у вас должно быть очень хорошее тесное взаимодействие с патоморфологом касательно того чтобы понять что что за опухоль моменты и и вот здесь вот как мы работаем мы видим если нет кабелей а вот я люблю чтобы у меня подсветка была на голове без либо кабелей здесь вы видите я получаю вначале я скажем так смотрю зону экспозиции потом приключаюсь на микроскоп я использую супер пульс режим и другой режим выбирая зависит от размера опухоли так теперь каковы же данные данные касающиеся лучевой терапии и хирургии и было прыгну одно сравнение это был мета анализ по 2018 года и здесь сравнивали первичную лучевой терапию по сравнению с первичной лучевой терапии не было различий по локальным контролю не было различий по качеству сохранить голоса максимум в группе лучевой терапии было лучше максимального что ли голосообразования и если сравнить позднее обходилось позднее принято ларинкотомии то в группе трансэрального применения лазерной терапии было меньше ларинкотомии впоследствии чем группе лучевой терапии и тот кто проводил ларинкотомию очень ему и скажем так был высший риск был фисал и так далее после лучевой терапии об этом говорит хирургик который проводил ларинкотомию то есть далее что мы вот собственно это преимущество хирургии далее мы по японской реализации по исследованию лечению рака мы сейчас проводим исследование третьей фазы в которой мы сравниваем терапию лечение аэроференгарной карциномы в стадии т1 т2 н ноль и мы садимся с вашей славой лучевой терапии и хирургический подход критерии это с которой мы оценим это функция глотания вторичной конечной точки это выживаемость и так далее и так далее сейчас мы начинаем это исследование и через два-три года я надеюсь мы получим первые результаты поскольку основная конечную точку мы будем анализировать через год позвольте мне вам показать два клинических случая первый это пациент с гипофаренгарной карциномой т2 н2b м0 и н2b это означает что мы должны провести диссекцию это т2 и если идут споры как как делать как работа с гипофаренгарной карциномой при т2 опухоли мы решили использовать лазерную операцию и провести соответственно диссекция шеи есть небольшой риск это уменьшает риск обозрения фистул и мы можем начать ванную терапию существенно быстрее это мое мнение после после лазеротерапии после лазерного хирургического вмешательства и как мне запустить видео а итак здесь мы видим надгортанник я начинаю здесь с резекции это была резекция n-блок и опухоль находилась на медиальной стенке на стенке грушевидного синуса но здесь работает скажем так возвратный нерв он функционируется если нет инфильтрации в области гортани и это была общая анестезия с дыхательной трубкой при лорегальной карциноме я иногда я использую jet ventilation я не знаю есть ли у вас опыт с такой струйной искусственной вентиляцией легких я не знаю есть ли у вас опыт использовать таких вот систем со струйной вентиляцией если хотите вентиляции а извините а можно ли видео прокрутить вперед немножко побыстрее чтобы нашло возможно это сделать можно это сделать хорошо давайте тогда включим следующее видео вы видели здесь это не так все здесь нет чего-нибудь экзотического давайте посмотрим на следующее видео следующий пациент это соответственно пациент с пациент 84 года это такой классический пациент с карциномой языка выйти здесь правая и левая голосовой связки мы проверяем проверяем зон дам размер и я всегда и опять же я использую я могу рекомендовать использовать тампон препарат который уменьшает кровотечение и здесь мы видим что в лазерной хирургии мы видим очень важная экспозиция инструментов когда вы находитесь в области голосовых связок очень просто работать лазером и у меня очень много гостей приезжают из России чтобы посмотреть на применение лазера в моей клинике я всегда говорю что экспозиция то есть мы скажем визуализация и отсос очень важны если вы занимаетесь хирургией то лазером работать существенно проще вы видите передняя комиссура это также резекция единым блоком энд блок вот это вот передняя комиссура здесь небольшая часть хряща если обычно ткань белеет это обычно хрящ хорошо это также с трубкой и когда мы говорим о новых технологиях мы говорим о лазере для меня это новые технологии не очень новые технологии но что есть в будущем в операции это скальпель и лазер скальпель для меня означает высокочастотные приборы я больше не использую легирование я использую зажимы биполярные ножницы биполярный зажим с функцией резания и как насчет роботизированных вмешательств робот это новое исследование и исследование о котором я уже принялся также включается изучение возможностей роботизированной системы у нас у урологов пойдут все-таки на стандартную операцию без робота и имеется новая система я это я скажем так учился использовать это медработикс она может не сказать лучше работает в лор и сейчас разрабатывается система я работал с пластическими хирургами и это лазерная резидентированная система КАЛО это с челюстно-лицевыми хирургами это делали здесь навигационная система и она позволяет вот вот это вот дело это показано в следующем году она выйдет на рынок система Карла называется и и как первое показание она будет работать будет сработать на нижней челюсти я был единственным лором в этой группе среди тех в основном это группа исследователей врачей вот здесь которые изучали технологии она касалась или тестировала технологии были в основном лицевые хирурги и так нужно понимать что я вот хирург 4-5 лет назад я вообще не слышал об иммунотерапии сейчас я являюсь главным исследователем на 5 или 6 исследованиях иммунотерапии сейчас золотой век онкологии в том числе и в лор вот онлергологии я должен вам сказать что вот мы как хирурги мы должны также разбираться и в иммунотерапии я не знаю куда придет онкологическая хирургия через 20 25 лет но мы мы должны развиваться и в нашей области и поэтому я говорю иммунотерапии гибитрак раковые вакцины противораковые вакцины и я действительно хочу вам сказать что нужно как хирург от лоринголог вы должны перемещаться между скальпелем лазером и иммунотерапией и это наша клиника некоторые из вас уже у нас был вот все это все это здание это лор клиника у нас порядка восьми тысячи квадратных метров здания две тысячи метров лаборатория и вот это фотография Тюбингена большое спасибо за ваше внимание за рамки регламента но я думаю что на один вопрос у нас есть время пожалуйста коллеги если у кого-то есть вопрос да пожалуйста в микрофон будьте добры я хотел бы спросить вас о двух вещах во-первых вы проводили операцию в гортане и вы ничего не сказали об отеке то есть вы не ожидали какой-либо отека после операции или как и второй момент преимущество роботизированной хирургии в операции головы и шеи особенно вот я челюстной хирург сейчас на нижней челюсти да и то что я увидел и опять же я например брал моделлоктомии лазером или роботизированным образом или моделлокомую скажем так стандартным образом и так далее что вы думаете об этом вы знаете во-первых при операциях в гипофингальной зоне и если мы имеется опухоль типа Т2 риск отека выше по сравнению с корсновыми орган корсновыми типа Т1 и вот что мы делаем пациент получает антибиотики и в течение трех дней по тысячам миллиграмм солдокартин это как профилактическое это профилактическое получается но риск в гипофарингсе он выше по отеку и отечности соответственно вы должны быть существенно более аккуратны чем при операциях например Т1 в ларингиальной области далее второй момент по поводу роботов что можно сделать можно использовать вот эту систему Карла вместе с вот я был вместе с челюстно-лицевыми хирургами из Базеля вы можете провести точное компьютерное планирование и резекцию и проще всего осваивать изучать скажем так эту технику на нижней челюсти и мы проводили резекции на нижней челюсти да но потом могли мы проводили мы планировали операцию на компьютере далее и это преимущество конечно для меня но позвольте мне быть достаточно критически отозваться обо всех роботизированных технологиях на данный момент для стандартного повседневного использования и если говорить напрямую для зарабатывания денег это слишком дорогая технология другими словами мы работаем на технологии мы пытаемся и разрабатываем пытаемся улучшить и некоторые вещи использования станут рутинами некоторые нет но на данный момент то что имеется на рынке с моей точки зрения оно это неадекватное неадекватно для повседневного применения но я думаю что мы появятся новые моменты мы проведем исследования с помощью лазера с помощью лазерной резекции вы можете делать резекцию таким образом которое невозможно вручную представьте себе вот нижнюю челюсть где вы можете точно вырезать делать точную резекцию под какие-то импланты и так далее измены и в в в в в в в в